приветствую вас любви свете одного бесконечного творца меня зовут игорь ткаченко я получил вопрос пример такого содержания как я понял что я посланник творца и подробности о себе и так как моя биография разбросана по годам видео в моем youtube канале то я понимаю что нереально человеку который имеет искренний интерес к моей персоне искать это не знаю сколько там 100 тысяч видео поэтому я сейчас делаю сжатый такой обзор по мне кто я такой и начну я с того что поставлю заставкой меня дышащим таким тибетским дыханием если кто из чувствительных людей экстрасенсов магов может настроиться на это тут может ощутить некие волны энергии а я буду за за этой заставкой не спеша вспоминать что там у меня было и и почему я пришел к такому как такого вывода и так давайте я значит поставлю вместо меня меня и буду вам рассказывать о себе ну наверное первое где я родился я родился в казахстане в цельнаграде 13 декабря 64 года стрелец там не знаю что еще тут интересно дракон погоду по восточному календарю и цельнаград сейчас называется астана находится на востоке и от москвы и от иерусалима это к тому что в одно время был увлеченного всякими предсказаниями там вот кто-то там придет с востока вот это все да но восток это написано в писании что имя ему восток может быть вот вот это корни что придет мессия будет его звать эммануил и опять же имя ему восток ну я иронично отношусь к этим писанием значит но тем не менее люди в любом состоянии в предэкстаз на вальф состоянии в алкогольном в любом состоянии могут подключаться к информационном поле и видеть будущее события то есть я не исключаю каких-то моментов которые были увидены там две три тысячи пять лет пять тысяч лет назад и записаны в виде каких-то там предсказаний поэтому но с иронией но с достаточным уважением и отношусь всяким там предсказанием вот значит потом где-то в шесть лет родители вместе с братом мы переехали на родину отца в саратовскую область значит где я закончил школу на 485 средний балл пример в это же время когда уже заканчивал школу оказалось что наш дед вернул себе настоящую свою фамилию ткаченков и бабушка ткаченкова значит так получилось что три сына у деда были на о и и мы пошли на о так получилось что как бы меня такая фамилия не совсем правильная но мы уже привыкли и нам было все равно и сейчас мне как бы это не напрягает вот так получилось на фамилия ткаченко и я не представлю как чтобы я ткаченков как-то ну непривычно мама меня называла в детстве илька игорь но я правда как илька игорь как-то но потом вот уже уже взрослым возрасте я понял что есть некая связь того что она говорила и тем звездным можно сказать именем которые узнали экстрасенсы что у меня имя ильхор от имени бога или 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 оля оля илья ну чем любое любой слог с элом с ногу леда любовь д значит означает бог это зафиксировано в в именах и там александр и алексей и алла и оля июля и что еще илья правда ли я это бог яхве или это бог а я это яхве ну еще вот так вот в в географических названиях эльбрус да ель что еще эльба эллада италия алл и так далее вот это вот все то есть вам во всех уголках планеты в принципе я даже в америке это встречал царь куатли аль а ты значит с моей точки зрения почему-то и вот это но во всяком случае евразии то точно это привилась вот это что бог при этом сочетание то есть второй слог надо тоже понимать надо не надо вот допустим абдель это раб бога абд это раб значит а эль это бог да другая картинка моя но я так составки буду менять на пока бургулю есть ну значит чё в принципе моя жизнь достаточно стандартная помню брежнева запомнил советские времена помню все и минусы и плюсы социалистического строя ссср служил в армии и срочно и потом после института значит по образованию архитектор значит что еще от первого брака меня двое детей мальчик девочка от второго девочка от да девочка и сейчас меня мужской те четвертый сын четвертый ребенок сын от 3 жены что тут еще сказать а когда был студентом уже заканчивал институт мне тут сейчас я понимаю что это внедрили болезнь гепатит которая повернула меня в направлении того чем я сейчас занимаюсь пошел у меня десна болели значит и меня там какие-то примочками грязными немытыми значит заразили гепатитом но это сильно не волновало пока уже уже разрез в зрелом можно сказать возрасте начали подавать организм начал подавать сигналы что надо что-то менять в жизни соответственно я прекратил начаты и общение с алкогольным хотя она не такой уж меня было и значит тесная до никогда и не курил соответственно этой это изменилось и я стал задумываться значит как это мне излечить но началось это все таки когда мне мама заболела и я и пытаясь облегчить ей ее страдание боли наклал на нее руку руки и она говорила о мне полегчало но я думал что она мне говорит приятные вещи чтобы мне было приятно но потом я убедился что у меня есть дар он именно по женской линии но по материнской линии и у нас в это по в роду есть но можешь сказать чувствительные люди или экстрасенсы вот ну и меняет моя тетка тоже такая видящая сказал он ты займись чем-нибудь таким но но практикой с правилами шуте научили потому что ты я там начал кидать энергию одна девушка в японии живет в токио есть что-то было плохо я во время разговора по skype отправил ей порцию энергии вообще как не то мысли пришла но вот нет видимо подсказали и отправил энергию в нее прошел позвоночник она такая а как это и у нее там и это и щеки прям покраснели здорово мне все прошло как это что это давай давай еще вот я не знал что это мы просто сделай интуитивно поделился с теткой так это ты найди что-нибудь я нашел кундалини реки такую практику в ней тренировался медитировал правда мой первый учитель сказал ты неправильно медитируешь ты видишь какие-то сущности это неправильно чтобы у тебя было ничего но как ничего если передо мной появляются какие-то образы какие-то сущности но это же интересно не 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 явно от меня отказался тогда я нашел его учителя то есть от плохого нашел еще лучше то есть от плохой ситуации оттолкнулся и перешел лучшую ситуацию и от него завершил обучение что случилось почему отказался я делал обычную медитацию кундалини реки ни о чем религиозом не думал и вдруг значит я нар поподробнее значит во первых я вижу себя сидящим ну как как будто да вот так вот на корточках и я вижу как будто на мне черная пленка такая вот ну есть есть такая защитная пленка и в какой-то момент во первых со спины начинает светить какой-то прожектор и со спины мне эта пленка как бы слетает как от струи воды что ли вот так вот да и она слетает и впереди меня идет освещение я вижу что и я становлюсь светящимся как лампочка такая свечусь вот эта пленка от меня отдирается уходит вперед но вокруг меня темнота я понимаю что если я чуть-чуть так как под напрягаюсь вот это этот свет ярче светит и двигает вот эту темноту куда-то дальше и так и чуть подвигу подвигал и с помощью чего-то там сзади но и потом я понял что мои высшие силы значит вдруг тьма рассеялась полностью и оказался в голубом таком небе пространстве и я понимаю что это не небо земли а это какой-то тонкий план потому что сразу же практически я увидел парящие в на голубом небе белый храм он не стоял на земле но понимаете он висит я полетел туда я же не умею летать а тут я полетел туда в этот храм необычная была архитектура но что-то вот похоже на индийские такие вот купола шишкообразные такие скручены весь он белый вот ну в общем такая необычная архитектура она не не христианская не индийская но муж ближе к индийской подлетаю там во первых вход и очень много ступенек и я эти ступеньки просто пролетаю них не иду пешком пролетаю влетаю дверь не широкая там делаю несколько каких-то вот поворотов разворотов и попадая в огромное помещение формой как стадион ну такая овальная овальная форма там вот как бы сиденье для зрителей и там сидят люди все в белом удивительно что такое я понимаю что эти это души людей но души или сущности которые на тонком плане существуют вот так наверное правильнее да что это не души это существа сущности которые существуют это не люди которые потом вернуться это те кто работают значит землей с человечеством и я такой только люди огляделся общую картину вдруг увидел перед собой христа я такой упа притом оговорюсь вернусь назад христос для меня не имел никакого значения но я знал что их христианство там есть христос но по какой-то такой привычки русской ну николай угодник у нас русских но ближе и если чё там ну николай угодник поможет там николай чудотворец так далее дед мороз он тот же самый николай только значит на новый год и поэтому день если бы я ожидал бы это я увидел бы наверное николай а тут христос и такой ничего себе ну то есть я как сразу по что-то он значит и первый мой вопрос был а где николай и он мне показывает так чуть вниз вправо я увидел да такого старик с седой бородой как бы молился или какой в таком положении и он повернул голову на меня и кивнул приветственно и такой хорошо ограде оде дело мария ну что хочу спросить и он показал на женщину в белой одежде платке спущена она просто молилась не не стала не поворачиваться думаю так ну что спросить у христа это же христос вы сейчас уже эти детали не помню что именно я спрашивал еще но не было мысль не отвлекаю ли я его от каких-то важных дел ну что-то прилетел что-то кто звал тебя что-то делать вот но он мне сказал одну мысль он не сказал словами а как бы кинул мысль что бог внутри каждого из нас и по-моему это даже писание есть я но я не читал это писание да да вот до вот этой встречи значит бог внутри каждого из нас я такой да это что-то такое глубокомысленное игры можно еще сюда ну как приходить на другой раз куда приходи но вот сейчас я не могу вспомнить какие-то еще детали но самое главное это фраза и могу ли еще приходить это было накануне пасхи и я закончив завершив медитацию понял что мне надо ехать церковь я сел машину это это ночью поехал ближайшую церковь подъезжая там кругом куча машин народу я иду и в церковь не пускает потому что внутри набилось народа вокруг ограждения и тут куча народу и я не могу пройти а я а я же лишь только от христа как меня не пускает в церковь где христос я же от христа это ну как будто меня в голове такое я там раз к этому к полицейскому говорю слушай ну пропусти мне надо там побыть и я я уйду туда и обратно и свечку зажгу там не нельзя позови старшего ну-ка подошел то майор что такое вот пустить я там это туда сюда могут не не пущу а кто у тебя старший бог я такой это задумчивости отошел оттуда ночью пробиваться туда это зачем чем не там драться а ведь христос сказал они слушать я фразу у него было верьте в меня молитесь за меня вот что он сказал вот после этой встречи я поехал опять домой и там на следующий уже вечер опять вошел медитация опять попал в этот белый храм поделился вот этой ситуации и тогда мне христос сказал бог внутри каждого из нас что я расшифровал лаконично разговаривать что я расшифровал что не обязательно ходить церковь чтобы найти там бога в данном случае христа он во первых есть и вне церкви и он внутри каждого ну глубокомысленно и вот этот бог внутри каждого из нас это потом перейдет в мое знание закон единого творца так давайте еще на еще один свой вариант вот ну то есть такой был толчок может сказать религиозный и я стал посещать разные места силы святые места был вирус этом в израиле и в турции и в греции везде где мог посещал вот эти места места силы ездил и и в египет в пирамиду заходил там были чудесные за я расскажу и в этом видео или нет ездил в центральную америку в южную америку в перу конкретно в мексику и все это на уровне на в том числе на тему посланник не посланник раскрытие каких-то ключей каких-то мест силы общение с высшими силами тех мест и так далее чем я вот так пытался на тех местах найти что-то и находил но это уже все эти мои путешествия не буду пересказывать но в каждой случались какие-то чудеса ну или необычные явления вот так вот я сейчас их все уже не помню первое помню что как-то в гонконге нас повезли на фуникулёре самому большому буди медному в азии да и гид говорит о там облака моего не увидим то есть когда облака облачности буду не видно игру да я щас типа разгоню облака но сделал такое намерение ну очень простое то есть это было такое спонтанное тоже пусть все рассеется и когда мы вышли прошли несколько шагов гид такой ой и на меня смотрит что посмотри все облака рассеивались и будда появился перед нами и было все все время пока мы там были было солнце ну чудо не чудо совпадение совпадения ну таких совпадений было очень очень много ну в общем вот такой путь из можно сказать эзотерически в какой-то момент на моем видео появился такой николай из киева эзотерик тоже у него была целая группа и он как-то ко мне обратился говорит слушай мне тебе надо что-то передать кое-что передать от богов я так удивился как-то что-то мне какие-то буги какие буги в итоге и примерно в это же время ну тут вот как это не в одно время появился али который жил в китае тоже эзотерик и они даже потом и между собой общались и мы все втроем общались али николай там еще был алексей по моему и лена вот и тут во первых николай передавал мне настройки от бога ра во всяком случае так он представил 100 сущность который мне передал настройки их реально ощущал реально чувствовал как во мне в меня входит значит энергия через руку значит протянутую в пространство и в тот момент как раз я начал чувствовать что от меня и от моих картин идет энергия я считал эти импульсы и тогда в тот момент я считал их насчитывал 13 вот этих импульсов которые через значит промежуток опять повторялись зациклились 13 таких вот импульсов которые вы можете принципе сейчас смотреть ощущать с моего изображения когда я говорю импульсы но сложно делать а тут если кто уже настроился может чувствовать тройные такие напишите если кто чуть-чуть кто почувствовал так вот и после этих настроек у меня качество или мощность энергии начал повышаться 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 и и пошло это целая эпопея энергии ра которая поднималась 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 потом и примерно в это время появился фир али его разглядел али очень хорошо описывал мои высшие силы там правда было много и фантазий но как бы в любой эзотерике есть вот это личностный фильтр или как сказать ну как вот в телевизоре на идет сигнал да дальше идет расшифровка и трансляция экран и какие-то телевизор черно-белые какие-то цветные ну и так далее то есть каждый экстрасенс он преломляет информацию через свое видение через свои свой менталитет соответственно я думаю что нет эзотерика которые сто процентов кристально чисто передают информацию он все равно значит окрашивает ее свое видение али хорошо рассказывал что что он видел и он же увидел вдруг за мной что-то такое черное мощное зловещая на первый взгляд которая ему сказала я тут для того чтобы защитить или оградить игре от тебя а мы были друзьями он такой удивился мне сказал об этом ничего себе это это что это давай узнаем в итоге мы выяснили что это опять варианты тут или это мои высшие я или это мои высшие силы или это мой такой куратор или это я же то есть фир состоит из меня воплощенного здесь и еще гора который находится где-то там в шестом что ли измерение почему гор вот вот это забыл сказать про горность я познакомился одним магом он себя так позиционирует олег значит и я вам попросил раскрыть открыть меня третий глаз но вы тоже мечта многих наивных людей которые хотят в эзотерике что-то понимать и от кроме третий глаз он долго со мной бился там пытался это сделать я увидел там одно введение такое могу сейчас пересказать хочу вошел медитативное состояние и мы сидим в креслах вдруг на про на напротив друга и друг я вижу что я вылетаю с этого кресла куда-то в космос но в черный прям в космос влетаю в какой-то черно огненный ну то есть огонь с каким-то может быть не знаю что там но черно-красный огненно-черный какой-то притом там еще металл какой-то был шар или планету или что такой круг какой-то бук туда влетел я игорь и оттуда вылетает такая во первых со струей с дымом какая-то сущность при том этот дым каменеет но как бы цель но остывает и становится твердым твердый след и за что это чем дым который тук замирает и становится каменным и этот вот это существо возвращается в нашу комнату с грохотом с пылью от значит появляется в комнате как почти взрыв и это сущность огромная по кому дракон был что-то такое но не уже вернулся им человека что-то такое вот огромное вот я поделился с олегом что это ну я понял почему не не получается ты гор ты ну тот бог гор или бог солнца и поэтому пока тебе к тебе не пришло не пришло время для раскрытия бесполезно тебе что-то открывать ты должен созреть потому что у тебя если это откроется это будет вот как в этом видение это что-то будет разрушительное то есть всему свое время сказал мне и мы эту тему с ним оставили ее подхватил али когда я пытался открыть и он получил примера тот же ответ уже или не помощь поля тфера то ли от моих высших сил где было и белое братство где было христос ира там был чем несколько ли перевел что если у меня открыть этот третий глаз это будет как не знаю как сказать лазерно-ядерный луч которые которым я не могу не смогу управлять а он типа разрушитель ну так он сказал короче то есть я должен созреть стать мудрым и тогда мне откроется все те возможности все те инструменты которые во мне заложены изначально для исполнения моей миссии и там по моему вот в это время и стали выяснять что за миссия и миссия была подтверждена что это раскрытие сознания людей освобождение людей от рабства ментального и так далее ну вот но типа типа миссия но опять же в чем плюс миссии полно дураков полно я как бы сам об этом знаю и сам об этом задумался много раз чем я отличаюсь от этих как бы странных людей но отличие мое в том что со мной всегда были разные экстрасенс которые мне об этом говорили не яв это придумал и просил подтвердить а вот это олег там али николай вот это алексей потом была вера у меня ну тоже такая на фантазерка но тем не менее настя было но много людей это это эти видео есть можете это значит посмотреть найти при этом не и в поисках себя я обратился к регрессологу тоже об этом есть видео татьяне значит и она мне ввела такое состояние и я увидел но в особое состояние но это не был гипнозом такое как бы альфа состояние что можно так сказать я видел свои прошлые жизни в других телах на других планетах то есть мое развитие было давние чудом не история моего развития моей души я видел себя вообще в другом теле но у человека подобное но другое и планета другая и общественно строить другой еще все другое это было интересно а кроме этого я в когда занимался кундалини рейки есть там такой сеанс прошлой жизни и там я видел свои предыдущие жизни на этой планете и одну жизнь на марсе я видел как погибал марс подробно час не буду говорить об этом весь видео значит я жил на марсе морская тема марсианин но душа неправильный марсианин моя душа жила на марсе в теле марсиане вот так это человекоподобные существа были то есть ну такие же как мы примерно и самое давнее мое земное воплощение я увидел я был индейцем таким дикарем можно сказать который видел как прилетели цивилизаторы инопланетяне и строили пирамиду прямо с основания в основании клали кристалл и это основание было как пирамида воткнутая в землю и это был в как бы подвал можно сказать фундамент и сверху уже пирамид строилась я наблюдал и нам этот человек рассказывал пытался рассказать мы слушали кто чем понял кто нет вот это было такое воспоминание хотя я допускаю уже так с высоты моего развития можно сказать что это могло быть и чужая какая-то история воспоминания и просто подцепил увидел и подумал что это моё но мне от этого ни холодно ни жарко я принял что это был я ну я не я это как бы такой вопрос это ни на что не влияет так второе второе так и вот потом было в европе только сейчас вспоминаю да все таки значит второе я был пьяница пьяницы где-то в чехии в чехии или в австрии в эти в этой зоне восточная европа и мои вспоминания были ну пьяный человек идет там какие-то факелы и куда-то там натыкаюсь на какие-то темные углы ничего хорошего и что-то я потом помираю надо надо мной то ли дочка сидит там ну какие-то родные все там чет такое еще но брак брак средневековое можно так сказать третье моё моя прошлая жизнь я увидел себя женщиной обеспеченные высокой в таком черном в траурном платье вот это мой важный момент что я в трауре я вдова значит и вокруг меня мои земли это мои земли и значит я понимаю что я обеспеченная женщина где-то даже мой как бы домик есть потом я помню что это дворец и я стал спрашивать как меня зовут как зовут там сестер отца мать какая страна как звали моего мужа в итоге по ответам и в поиске по википедии нашел что это жизнь опять я думаю что это я но может это просто я подцепил вот эту историю видение может это не моё но пока нет других доказательств то говорю что да это был я потому что фотографии картина точнее луиза лотаринской жены генриха третьего она ну черты лица похожи на меня длинный нос высокий рост длинные пальцы притом она лечил людей как и я и так далее то есть вот эти моменты но перекликаются кроме того я школе и любил и мне было хорошее произношение французского языка жил я провинциальном городе балашове и как-то французск меня так хорошо пошел в произношении но к сожалению это ни к чему не привело я уже забыл тут пару фразки только помню но вот я ну получил подтверждение или оправдание не как сказать причина почему не тянуло к франции французский флаг вот это все мне очень нравилось потому что я был королевы франции вот и эту его вдову называли белая королева потому что она носила белое платье траурное платье у королев во франции считалось белым то есть она носила белое траурное платье но мой мозг чтобы я понял что я в трауре нарисовал эту женщину в черном платье то есть тут была нестыковка но я потом понял просто мне показывают траурное платье она носила белое платье я сделал такое путешествие прилетел в париж взял гида русскоговорящего снял кого арендовал машину и мы поехали в замок шинансо он шинансо нашел опочивальню этой королевы и там все было в черном трауре да то есть все было в черном но она носила белое вот вот так вот и когда я подъезжал к этому замку меня прям слезы пробились просто я ехал по тем дорогам по которым она ездила на на карете и это она могла запомнить там ну где-то речка где-то холм она однозначно видел понятно домики на может быть и другие уже какие-то деревья понятно по другому же растут но ландшафт и прочее сами дороги остались те же и мне прям я этой гидше говорю посмотри мне слезы текут ну как как свидетель с вот и мне это было до того момента пока мне подъехали к дворцу но там где в том что энергетически затоптано там очень много этих туристов там китайцы так далее они со своей энергетики затоптали все и там я не смог ощутить таких вот сильных были моменты когда раз народу и ушел я в этой спальне остаюсь и нет этот атмосфера вот эта тоска вдовы и ну как бы подходил но тут опять новая толпа забегала и опять все рассеялось но тем не менее побывал я в этом замке и после этого поехал санды не по-моему там есть захоронение там лежит могилы этой луизы лотаринской которая она представилась в моих день дешартрю и думаешь я по этому слову тоже искал дешартрю шартр это них как сергия посад религиозный центр и она туда часто ездила молилась чтобы бог дал ей ребенка но бог не дал ей ребенка такой момент шартер ну как бы луиза из шартера или с шартером она туда часто есть вот так мне она представилась к спорту как те зовут луиза дешартрю вот и то есть я был можно сказать на на своей могиле я подошел там такой черный мрамор надпись значит дотронулся энергетически там пообменялся ну такое было эзотерическое историческое путешествие ну и здесь уже возвращаясь в москву здесь стал заниматься разными изучать разные темы например материалы рам не попались то есть мне говорили а вот у тебя энергия ра ты читал материал рак чу ерунда какая потом другой человек а вот материалах ра говорится и у тебя ра это что будет что уговорить на обмахивался потом все таки я открыл эту эту книгу начал читать и понял что это то что нужно прочитать любому умному современному человеку для того чтобы его мировоззрение начал раскрываться но так как там текст это в чем суть значит американцы два двое мужчин и женщина контактеры в 1981 году вступили в контакт сущностью которая представилась как ра и этот ра говорит да это меня древние египтяне обожествили сделали богом солнце самом деле я из венеры мои друзья из венеры мы прилетали чтобы помочь людям в развитии построили вот эти главные пирамиду гиза где от уже был до но люди земляне и вследствие того что были как сказать и предрасположенность к обожествлению всего они сделали культ так возникли религии и мы об этом сожалеем потому что лиги это путь служения себе а мы приверженцы пути служения другим и это важный момент это может быть самое важное открытие в моей жизни прочтение понимания законы единого творца и я считаю своей главной миссии именно рассказ пропагандирование этой этой истины вот так можно сказать и об этом сейчас я чуть попозже подробнее расскажу так вот вот эти контактеры задавали вопросы он через за женщину карлу отвечал и так как они достаточно мудреные были вопросы ответы я счел нужно сделать видео где прочитал эти вопросы и трактовал их или как переводил на более простой язык для тех людей которые но попроще на сейчас бы может я многие комментарии уже по-другому прокомментировал и я было начал повторное комментирование то есть перезалив так сказать в тексте но остановился на том что мне попался другой перевод этих материалов рай там новые куски появились которые не было в этом переводе и я понял что это какой-то нарезаем мартышкин труд что и и зачем мое видение получается я навязываю людям а люди могут прочитать сами понять но кто как поймет то есть мне тут боролась после того как я понял закон свободы воли и закон единого творца а также закон запутывания что ну надо понимать или найти эту грань между тем что человек сам должен до чего-то дойти и тем что помочь ему понять то что ему в этой жизни наверное никогда не понять пока ему не подскажешь вот давайте может быть я верну себя так уже поговорим вот и я с во первых продолжил эту книгу там было их пять книг я сделал шестую книгу материалов свои вопросы сдавал мои вратники задавали вопросы и эту книгу вы можете найти в литресе она есть как бы кстати может быть есть она в аудио варианте правда там робот озвучивает это вот эти все точки запятые одну не очень слушать значит может быть как-то надо озвучить эту шестую книгу ну короче вот это я считаю очень сильная книга сильные материалы которые может раскрыли мои глаза которые были приоткрыты и и после этого я начал прочитывать писание на библию начал свет хозавета быть ее исход вот это вот числа и ужаснулся я не я не предполагал что там столько гадости мерзости негатива написаны и люди также это все не читают не задумывается я понял что это нужно прочитать и прокомментируйте у меня есть плейлисты и ветхий завет и новый завет там евангелие читаю и апокалипсис разобрал так про коран кран по у я коран я прослушал и там тоже много ужасных вещей тоже можете сами прочитать также я смотрел хагават гиту вот эту ситуацию арджуны с кришной ну все религиозные темы я в принципе трогаем и которые до которых могу дотянуться или там прочитать или где-то узнать но самое актуальное для россии это христианство которое называют православием который по сути является иудаизм с включением туда христа так и есть ну а сейчас я не буду об этом говорить ислам актуален для россии это тоже иудаизм только пересказанная мухаммедом ну иудаизм это основа до этих трех религий всех трех вот и я считаю что это основа или причина всех наших бед которые происходят происходили происходит в нашем историческом мире в том что мы помним или читали потому что все примеры негативного поведения или отношения к другим народам записаны в ветхом завете господь яхве он же аллах он же саваов или там еще как то можно назвать он тот кто тот кто тот кто питается энергией жертв в принципе и в индии жертвоприношение приводит то есть всем богам которые всяких писаниях разных народов нужно приносить жертвы для чего кто задумался они едят эти жертвы нет они могут есть но они находясь на более высоком плане могут поглощать энергию от этих убитых животных или людей поэтому богам нужна энергия поэтому они поощряют войны или праздничные жертвоприношения это банально это мое можно сказать открытие значит вот делюсь с вами этим и насчет возвращаясь уже к теме почему я там посланник значит мы когда узнали али мне сказал что мое имя звездная иль хор мы стали узнавать что это и выяснилось что есть некая такая сверх душа или место где находится или они как член организации что ли душ от которых творец или периодически посылает на землю своего посланника для того чтобы он дал какие-то идеи людям живущим и вот христос их и да и иисус христос их сокращенно он же иль хор то же самое сокращение христос он был посланником творца были другие посланник вот например джордана бруно но тоже был иль хором значит его сожгли за то что он хотел дать людям знание что земля крутится вокруг солнца а не наоборот сожгли сейчас извинились но что уже поздно были наверно наверняка еще посланники то есть это не не христос и я единственный по и неповторимые их было много кто-то своей миссии справлялся кто-то нет о ком-то мы знаем о ком-то нет вот гор вроде тоже был посланник и он был цивилизатором был он на территории и россии современной и в египте был они ира тоже тут же ходил и река волга у нас называлась ра на картах старинных посмотрите то есть они были цивилизаторами и если гор это я как вариант да то я уже тут был только в другом обличии на другом с другой миссии а сейчас я как человек имею миссию для людей чтобы повернуть их к истинному творцу что принципе делал и христос ведь он говорил во первых он говорил иудеям фарисеям что ваш бог отец лжи он дьявол а вы ему служите на принципе у иудеев и у новых религий которые вышли из иудоидов в принципе ничего не изменилось в плане бога бог тот же самый ну и посмотрите какой у нас мир мир это или может лучше назвать война какая у нас война на планете постоянная также христос говорил что он пришел исполнить закон а не нарушить но он говорил про своего отца творца и он говорил я и отец одно нигде в писаниях не говорится что аллах это одно и то же с его рабами нигде не написано что яхва это то же самое что и моисея и какие там еще и израильтяне нет там всегда господь и вы слуги рабы и прочие там верные неверные это и так далее верующие или там жестокосердные нет нигде такого а христос сказал я и отец одно я не слуга господа своего он говорил я и отец одно вот соответственно ну и там я сейчас не буду все перечислять он был посланником творца и я посланник творца и закон одного говорит о том что мы все части единого творца все и религиозные люди и атеисты и животные и деревья все все что мы видим это часть творца иначе быть не может и творец дал нам на нашей планету закон свободы воли благодаря которому и появились эти религии и появилась возможность через закон запутывания людей обманывать и говорить это я да аллах создал все я только замахнул там ресницами все создалось я взял из глины там я взял глину и опа и создал человека плюнул там и он ожил а люди наивные по закону запутанную верят в это и говорят аллах все создал евреи да какой аллах это наш бог израильский и почитайте таурат тору это бог наш яхве ну а христиане да не не ну понятно что это савов это это яхве но у нас есть господь бог христос иисус вот он нас спасет от чего-то ну короче это группа сказочников и они существуют благодаря тому что есть свобода воли данная творцом но это же свобода воли дает нам людям возможность открыть глаза и понять что вас нас обманывают и на моя миссия об этом говорить и говорить что если мы все части одного творца то не должно быть причин ни для каких ни для вражды ни для розни религиозной расовой никаких претензий не может быть никому и земля она общая наша понятно они есть есть границ и понятно я поддерживаю что пока люди находятся в сознании вот в таком которым сейчас когда собираются армии и с криками с нами бог с обоих сторон да еще третья сторона с ними с ними тоже бог и начинается вот этот заварушка и граница она как бы разделяет один народ с богом и второй народ тоже с богом то есть пока общество такое границы нужны государство нужно войска пока нужны да но надо говорить о том что земля не не была создана с границами эти границы двигаются и творец дал эту землю всем людям не евреям не и мусульманам не христианам а всем людям любого цвета кожи а если так то значит мы все братья и сестры во творце и мы все так или иначе посланники каждый из вас посланник творца у каждого из вас есть своя миссия у кого-то миссия рожать детей у кого-то что-то изобрести у кого-то упорно трудиться что-то создавать постоянно ну сколько людей столько миссий их надо выполнять вот соответственно возвращаясь ко мне я посланник и вы тоже посланники то есть я ну не знаю ни выше ни ниже вас но есть у меня какие-то способности может быть есть какие-то еще высшие силы которых может быть у вас нет да или у вас есть но другого рода да но я не великий я не святой и так далее иконы не надо делать и религию новую создавать не надо ничего от этого в моих планах или мыслях или мечтах нет ну что было понятно да я не тот миссия который там эээ дайте мне там корону дайте мне трость давай там я буду сейчас повелевать нет я вижу задачу раскрыть сознание людей чтобы они жили в безусловной любви в любви в понимании закона единого творца счастлива что все были счастливы не те ну тут опять же есть правда и у бедняков и у богатых да и у каждого своя но наивно полагаю что можно найти нечто среднее где бы и такой строй отрегулировать чтобы и потребности были удовлетворены у всех планета нам предоставляет возможность чтобы все были обеспечены и жильем и едой и детьми и так далее просто вот эти перекосы надо убрать на основе закона единого творца на закон на основе на основе закона свободы воли это я сейчас не буду расшифровывать но вы понимаете да то есть я не говорю о новой религии я говорю о том законе который всегда существовал он всегда был до появления религии любых потому что вот взять те же заповеди иудейские да 10 там в принципе у евреев там 613 почему они не работают но их мало кто соблюдает их и декларируют их вспоминают к месту или не к месту но их кто их соблюдает ну когда то что то что то там кого то поругать отчеты там нарушил заповедь почему не работает потому что есть закон свободы воли если надо защитить родину заповедь не убей не работает не должна работать потому что солдат защищает свою семью свою родину свой дом это 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 приоритет выше чем какие то там это писульки да там ну много других есть заповедь любая заповедь отметается в конкретной ситуации когда есть у человека возникает точнее выбор жизненный что делать и он выбирает значит делать свой выбор ну бывает что нету вот заповеди вот написано и поэтому но это уже люди такие своеобразные да фанатичные вот ну не знаю ответил я на вопрос почему и посланник или нет что бы еще такого сказать вам ну есть у меня плейлист еще со здоровительными сеансами их можно принимать свободно бесплатно семинаров я никаких не веду никаких встреч не устраиваю значит можете принимать и поздравляться да значит надо настроиться во первых вот как говорил христос в этом евангелии вера нужна если вера у вас будет что я вам помогу то я вам помогу и да вот такой важный достаточно момент важно понимать что не я вас лечу а я вам помогаю самоисцелиться в каждом из вас заложена программа механизм самоисцеления вы можете вспомнить по порезу который раз и заживает кровь перестает течь так далее вот это проявление вот этого механизма самоисцеления я помогаю я направляю вам энергию намерение и у вас идет этот процесс ну быстрее вот а так я никого не лечу я могу помочь самоисцелиться ну наверное наверное все а вот еще есть у меня плейлист признаки миссии когда эта тема была мне интересна значит я где-то прочитаешь какой-то текст про какие-то знаки и начинаешь на себе искать их и и нахожу и находил значит что-то там на брови какая-то какой-то шрам на лбу шрам значит там что-то на спине между лопатками пятно в виде там такого листика или каплики значит на правом бедре какой-то там шрам все это есть все это находит и написано на нем там что-то там у меня татуировка есть маленькая и там это то есть в принципе ну какую примету не возьми кроме блудницы там что там он будет ну опять кого ждут и ждут же и антихриста и ждут мессию да там как показания разнятся да и вот еще про антихриста момент такой если бы пришел настоящий христос прямо вот христос христос то его бы сто процентов ну девяносто девять процентов его бы назвали антихристом церковь называла потому что христос боролся с иудаизмом он был против любой религии он не создавал христианство ни одного ритуала он не создавал не завещал носить вот эти не шапки золотые ни вот эти ну кадилы не махать да кости не целовать ничего такого христос не говорил и первое что бы он сделал он начал переворачивать опять столы этих торговцев в храме и его тут же назвали антихристом то есть вы понимаете что значит с какой точки зрения кто что ждет церковь с опаской ждет того кто будет не христом распятым на кресте то есть это жертва они носят кресты как победу иудаизма над посланником творца и этот этот крест был вот такой вот это римский языческий крест который который здесь чуть удлинили для таблички в принципе он такой был на нем висел христос значит евреи его убили на основании нарушение двух законов яхве что он говорил про другого бога это смертная казнь и он лечил людей в любое время в том числе в шаббат это тоже смертная казнь поэтому у христа не было вариантов вот то есть если придет настоящий христос христос это будет антихрист соответственно антихрист с моей точки зрения это положительный персонаж а не отрицательный а тот мессия который что-то там будет спасать во-первых это сказка все спасение с моей точки зрения но этот мессия это наоборот плохой человек но опять плохой хороший я хочу завершить наверное на той идее что мне сейчас один написал может там светлые люди а не темные в материалах рая в моем понимании нет темных сил и светлых сил там какие-то черные и белые это у суеверных людей такое такие понятия в моем понимании что есть два пути путь служения себе и путь служения другим вот христос шел по пути служения другим и он говорил четкая формулировку которая была потом повторена в материалах ра возлюби ближнего своего как самого себя материалах ра говорится служение другим это ты думаешь о себе на сорок девять процентов и на пятьдесят один процент ты думаешь о других то же самое себя и других путь служению себе это когда ты человек точнее думает о себе девяносто пять процентов я думаю все руководители все политики депутаты президенты они в основном в пути служению себе и тех кто их окружает те кто им помогает или пытается там прорваться поближе повыше это вот эти все служители себе при этом они могут быть добрыми то есть делать что-то для людей чтобы их перезбрали чтобы они чтобы рейтингов хорош и так далее но по сути в основном не говорю про всех такое невозможно неправильно значит в основном они те кто наверху те знают правила во-первых пребывание там наверху они знают через что они прошли через сколько там предательств разочарований унижения и и наоборот каких-то гордостей каких-то приобретений они знают кто наверху они знают я был на госслужбе я не смог там работать ушел там должны быть люди особого склада вот вот это служение себе служение другим ну если убрать что монахи служат дьяволу молятся да то вот монахи можно сказать пример служения другим но с большой натяжкой потому что в принципе они эгоисты они молятся в основном о себе и молятся яхов да но бывают такие монахи которые помогают людям то также излечивают что-то там добрые такие люди да ну врачи бывают такие служения другим ну такие люди тоже есть и наверное вот надо завершить мое выступление тем что согласно материалам ра наша планета плавно или 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 резко не знаю погода климат меняется быстро переходит в четвертое измерение служение другим то есть сейчас наша планета ну как бы уже три измерения третье измерение но она переходит в четвертое 4 плюс и население то есть люди будут постепенно ранжироваться или как бы фильтроваться на 2 на 3 группы те кто по своему уровню сознания не готов перехода в четвертое измерение они будут воплощаться уже на другой планете третьего измерения ну подобные как земля или как марс ну в другом месте те кто умен кто развил развил свое сознание у тех два варианта 4 минус 4 плюс 4 минус это путь служению себе и такие души воплотятся на планете служению себе и там будет тоже как ну вот как на западе вот эта конкуренция ну можно сказать запад западный мир на планете да вот наша планета земля переходит 4 плюс где принципы будут ну что то может быть близкое не социализм коммунизм какой-то такой сказки где всем по потребностям с каждого по труду справедливое общество где все будут заботиться друг о друге будет поднято завеса памяти полностью сейчас мы не помним наше прошлое воплощение я правда сейчас делаю пять сеансов в течение которых будет эта завеса поднята на 20 процентов вот значит и если эта информация верна что наша планета переходит 4 плюс значит ну надо к этому готовиться кто хочет здесь продолжать жить те наверное должны взвесить что какой путь ему лучше и он не белый не черный сущности выше на тонком плане которые находятся в 4 минус они тоже могут светиться они тоже светятся и 4 плюс тоже светятся их по чернотени или светлоте не определишь они светятся потому что это два пути к творцу единственно что в шестом измерении 6 минус переполюсовывается на 6 плюс и уже седьмое измерение оно идет только в служение другим потому что творец наш он нам служит он нам дает свою энергию свет и он нам служит он дает не забирает как вот эти боги дай 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 молись 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 жертвоприношения давай давай это естественно не творец а творец все нам дает вот и мы в какой-то момент в седьмом и восьмом измерении соединимся с нашим творцом и будем с вами творцом богом который будет и мы уже там будем участвовать в создании новых планет новых светил и так далее но это очень долгий путь до него еще далеко далеко ну вот наверное а вот про таратар еще до последнего второе мое имя тратар как-то в медитации или даже точнее в альфа состоянии я очутился в каком на тонком плане в каком-то ну облаке в какой-то в каком-то месте где в центре было что такое белое какое-то облако я сейчас все детали не помню но в итоге это облако приняло образ такого можно сказать дедушки или ну как я как я понял это был творец ну я так понял и там я так с удивлением ну кто это вроде не Христос вроде там ну что это вообще и он мне сказал ты мой ключик во-первых ключик ну ключик ключик открывает двери да ключик это что-то переходное между этим измерениями другим то есть значит если этот эта сущность или этот или творец находится хотя он вокруг нас но вот этот разум или эта сущность была где-то высоко на другом измерении я просто попытаюсь пытаюсь расшифровать ключик значит чтобы ему заглянуть открыть дверь и посмотреть что происходит в третьем измерении ну ему нужны глаза третьего измерения да соответственно ключик это те глаза которые через которые творец смотрит что происходит в третьем измерении на планете земля ну вот такой вариант что еще ключик ну то есть тут можно еще варианты какие-то придумать ну я вот так думаю и второй он сказал как же он ну сказал типа ты а вот так ты тратар ну как бы тратар что такое ну непонятно тратар я смотрел в испанском есть такой глагол глагол тратар там убирать по-моему что-то искал искал и что-то и не нашел и не помню сколько лет прошло несколько лет прошло и вдруг я наткнулся на санскрит через тра мантра это переводится ман это ум а тра манта тра это защита защита ума мантра переводится тра это значит защита ага то есть первый слог я разгадал а тра а тар что такое тар есть много значений это и звезда есть мы помним старое старинное название нашей территории тар тария это ну как бы звездные ну что-то звездная страна что-то да тар 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 и но второе второе значение спасения тар это и звезда и спасение когда тар таре это спасение звезд или защита звезд звездная защита тар таре а если моё имя тогда тар это защита Тра это защита Тар это спасение Получается спаси, сохрани Спаси, спаситель Защитник И сохрани Тар-тар Тра-тар Я это слово не знал Я его долго не мог расшифровать А когда расшифровал Вот так получается Если кто-то по-другому расшифрует Поделитесь Я других вариантов не знаю И опять всплыл еще одно Такое приключение Как-то я этот днем Сделал Око Возрождение И вдруг мне А не, не, не Это я в обед Что-то мне стало Как бы тяжело И понял, что мне надо прилечь И значит я увидел Что я сижу Опять это тонкий план Жду чего-то Как будто Как будто вот в суде Или в помещении присутствуем Ну похоже на суде Не то, что меня судят А такое Ну как бы Заведение Где я должен подождать Когда меня пригласят Когда меня пригласят куда-то Вот так вот Если точнее Потом меня приглашают Я захожу в помещение Стоят высокие стулья Ну как вот судят С высокими этими Спинками Но там никого нет Пустые стулья Но со мной Общаются И мне говорят У тебя есть миссия Значит По пробуждению людей Тебе дается В помощь Феир Амра Гор Ну вся вот эта наша Компания Белое братство Которое было в Белом храме Значит Мы подтверждаем Твою полномочия Мы Как-то Как-то назвались То ли галактический совет То ли Ну что-то такое Вот Который курирует Нашу солнечную систему Как я понимаю Это в Сатурне находится И я говорю А что вас не видно Типа Ну мысленно А с кем я говорю-то И мне пришел такой ответ Ну если мы предстанем В нашем облике То Ну настоящем То во-первых Это тебя Может испугать И отвлечь от того Что мы тебе От той информации Что мы тебе сказали Сейчас мы тебе сказали Ты понял Пошел Да Ну я уже сейчас Ну как бы Трактую Я себе увидел Какие-то Разноцветные Разнорукие Там разнорогие Существа То я бы Там не знаю Может испугался Убежал бы И так далее А так ничего Все понял Все понял Все давай Вперед Вот На таком еще плане Ну я думаю Достаточно Ответил на На вопрос И Сэкономил Много времени Чтобы вам Не шариться Не искать Что за чудак Такой Какой он имеет право Как некоторые пишут Ты кто Ты кто вообще Ты кто вообще Что ты тут такое Огородишь Во-первых Я человек Человек Может говорить Свобода воли У каждого есть Я человек Дальше Как вы видите Я мужчина Ты кто Вопрос конечно Не ты кто Мужчина или нет Или женщина А на каком Основании Ты это говоришь Ну Про основание Я сказал У меня есть Задание К вам Ну Наверное Все Наверное Все Какие-то будут Вопросы Задавайте Я покидаю вас В любви и свете Одного Бесконечного Творца Пока Продолжение следует